В неделю у нас практически 200 антител сдаются, люди сдают, мы выполняем. Из них практически половина получается положительные. Было в первое время очень интересно выявить положительное антитело. Сейчас ничего удивительного нет. Это лишь одна из клиник в Барнауле, которая проводит тестирование на антитела к коронавирусу. Если весной на анализ приходили единицы, сейчас спрос явно выше. Около 2,5-3 тысяч тестов на антитела. И это вся потребность, мы никому не отказываем. На графике видно, когда произошел этот скачок. Оранжевая линия показывает, что осенью у жителей края чаще выявляют антитела к новой инфекции, чем весной или летом. И, кстати, раньше бытовало мнение, что антитела в основном вырабатываются у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. Из литературы, что и по нашим данным тоже, что очень много людей, которые даже факта заболевания не отмечают, то есть перенесли либо бессимптомно, либо в легкой форме, но имеют антитела. После заражения в организме вырабатываются иммуноглобулины класса М. Они первые бросаются в атаку с коронавирусом, и их наличие в организме может говорить об острой фазе инфекции. Примерно через две недели появляются иммуноглобулины класса G. Именно они и сохраняют устойчивый иммунитет к COVID-19. Если результат вашего теста показал и антитела М, и антитела G одновременно, значит вы уже на пути к выздоровлению и, скорее всего, уже не заразны. Человек в период бессимптомный, наиболее заразный и в начале проявления симптомов. Уже через одну неделю, 10 дней способность заражать окружающих резко падает, и где-то на второй неделе, через две недели она практически ничтожит. К сожалению, уже известны случаи повторного заражения COVID-19 через несколько месяцев после первого заражения. А значит, даже наличие антител не гарантирует вам полную защиту от коронавируса. Однако, по законам иммунологии, организм все же способен сохранять клетки памяти, которые уже знают, как вырабатывать антитела, в каком количестве. Было бы глупо, если бы, допустим, вы выпускаете автомобили на заводе, а их никто не покупает. И вы их на склад все больше, а потом уже ставить некуда. Если нет агрессии, то продукция антител снижается, естественно. Клон этот сжимается, но он остается. И когда антиген вновь приходит, да, фабрика уже готова выпускать антитела. И она резко включается и резко повышает титры этих антител. Совсем не продуцировать. Они тоже не могут. Немного они продуцируют. Но затем мощно включаются. И хотя COVID-19 уже давно вышел из-под контроля, заражаемость вирусом не такая высокая, как у Эболы, например, говорит Владимир Куликов. Поэтому реально, что в данный момент мы пока можем сделать, продолжать носить маски, избегать скопления людей, изолировать вирусы носителей и ждать вакцины. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.